Итак, друзья, я в прошлых видео рассказал про источники энергии потребителей, хранилища энергии. А что делать, если, допустим, у меня приборы, хранилища или источники находятся в разных блоках, на разных расстояниях друг от друга? Неужели мне нужно обязательно непосредственно их ставить друг к другу близко? Нет, не обязательно ставить их друг к другу вплотную, мы можем передавать электроэнергию с помощью проводов. Их тут несколько типов, они отличаются по максимальному напряжению, которое могут передавать. Да, здесь еще есть напряжение, об этом еще тоже попозже поговорим. Вот по возрастанию, соответственно, мощность максимальность, с которой они могут работать. Ну и дороговизна крафта тоже как бы возрастает. Соответственно, самые простые провода это медные. В данном случае это изолированный медный провод. Еще можно на самом деле пользоваться обычными медными проводами без изоляции, без резиновой изоляции. Но делать это крайне не рекомендую, потому что если по ним будет бежать ток, вас может бить током. Поэтому без резины, без изоляции не советую ими пользоваться. Только с резиновой изоляцией. Соответственно, есть еще золотые провода. У них пропускная способность лучше и потери ниже. То же самое касается высоковольтных проводов. Еще лучше. Есть еще четырехкратные изолированные. Еще лучше. И наконец самые мощные, самые лучшие провода. Это стекловолокно. То есть, там минимальные просто потери энергии на расстоянии. Вот. И как бы, ну самые лучшие провода. Именно вот эти. То есть, если есть возможность, если позволяют ресурсы, рекомендую пользоваться именно вот этими. Но у них есть нюанс. Они достаточно дорогие в крафте. То есть, на четыре вот таких провода требуется один алмаз. То есть, очень недешевая вещь, к сожалению. Так. Ну и, наверное, как-нибудь попробуем продемонстрировать передачу энергии. Так. Ну и заодно как раз поговорим про трансформаторы. Соответственно, вот я здесь упоминал уже напряжение. Напоминал там про мощность, да, передаваемого тока. Как бы у нас вот эти источники энергии из прошлых видео, да, там ядерный реактор, солнечные панели. Они могут передавать различную мощность. То есть, стандартная мощность там 32 единиц в тик. А некоторые приборы, точнее, некоторые генераторы типа ядерного могут выдавать больше. Значит. И в таком случае приборы, у которых стандартное потребление 32 единицы в тик, могут просто-напросто взорваться. Так. Ну давайте попробуем это как-то продемонстрировать. Ну я для удобства возьму здесь из мода, и точнее из Адана к моду Industrial Craft Advanced Solar Panels. Такие панельки совершенные. Значит у них, смотрим здесь просто интересно, написано вот как раз 512 единиц энергии в тик, выход. То есть, если мы сейчас возьмем и попробуем поставить какой-нибудь, например, скажем, тогда дробители возьмем себе. Так, не получилось вот так достать сейчас. Дробители. Вот мы возьмем сейчас дробилку. Хоп. И она взорвалась. То есть она может максимум принимать 32. Из вот этих вот приборов, индукционная печка может принимать до 128 единиц в тик. Но и то она здесь взорвется, если мы ее поставим. Окей. А как же нам быть тогда? Вот если мы хотим в качестве потребителей здесь сделать дробитель. Мы для этого можем воспользоваться трансформатором. Для того, чтобы преобразовать и понизить напряжение. Так, ну во-первых, начинаю здесь выход 512. Так. Хорошо. Берем, значит, самый мощный трансформатор. Они сидят тут. Ну вот эти вот деревянные, железные как бы с виду, да? И такой с красными полосками. Они идут по возрастанию. Свои понижающие способности. То есть вот этот сбивает до 32. Вот этот сбивает до 128. А вот этот сбивает, соответственно, до 512. В принципе, вот этот трансформатор в данной схеме не нужен. Потому что он сбивает до 512. А у нас здесь как раз 512 есть. Поэтому его можем не рассматривать. А где он может быть полезен? Ну, в основном это ядерный реактор. Потому что там он бывает выдает намного больше, чем 512. Может и по 2000 выдавать там мощные ядерные реакторы. То есть, как правило, именно там он может задействован быть. А так, в принципе, чаще всего достаточно вот таких вот двух трансформаторов. Ну, давайте возьмем эту парочку. И попробуем, соответственно, понизить напряжение. Возьмем еще провод. Так, ну, допустим. Значит, вот так вот я ставлю. Смотрите, тремя отверстиями я ставлю. Сюда у меня входит высокое напряжение. Также я здесь поставлю от себя. Там тоже будет. Давай пока, давайте так покажу. Вот и точки. Сюда, значит, принимает высокое напряжение. Сюда понижает. То есть, он сюда может принимать до 128. И выдавать по 32. Этот, соответственно, также по логике. Сюда принимает до 512. И выдает уже по 128 в любые стороны. В остальные. Так, мы сейчас соединим. Здесь нельзя будет соединить медным. Потому что у него там до 32. Мы можем взять стекловолокно. Берем стекловолокно. Оно здесь будет передавать нам сюда. Значит, у нас здесь вот 512. Сюда передаем. Принимает 512. Выдает 128. Здесь 128 сюда передает. Он с этого края принимает 128. И по 32 передает. А 32, соответственно, мы можем спокойно прибором сообщать. Хоп. И ничего не взорвалось. Давайте убедимся, что он теперь работает спокойно. Какой-нибудь возьмем руду. Например, золотую. Хоп. И все работает. Ничего не взрывается. Прекрасно. Кстати, давайте еще возьмем. Давайте возьмем индукционную печь. У нее уже потребление идет до 128. Давайте проверим, что все корректно. То есть, мы можем сюда ее подсоединить. Он выдает по 128. Оп. Пожалуйста. Давайте возьмем рычаг. Подключим. Все. Сейчас она запитается. Так, попробуем тоже какую-нибудь руду поплавить, например. Все. Когда он нагреется, процесс будет идти быстрее. Но даже сейчас она, в принципе, видно, как греется. Можем еще какую-то руду поставить параллельно. Вот. Пожалуйста. Индукционная печка работает. Все. Вообще, если, значит, я рекомендую вот эти вот трансформаторы всегда в сети использовать, когда вы передаете энергию своим, своим механизмам. Даже если у вас какие-то обычные генераторы, типа, там, не знаю, геотермального, там, еще какого-то, ну, мало ли что. Вдруг у вас как-то там напряжение может скачнуть, может вы случайно подведете, там, более высокое напряжение, там, мало ли что произойдет, да. И, соответственно, у вас просто все приборы могут позорваться. А если вот так вот поставить такую систему из трансформаторов, то вам ничего не грозит. Вот так вот. Так, ну и, наверное, сразу же рассмотрим еще такие интересные штуки, как модули. Есть модуль ускоритель, есть модуль трансформатор и есть модуль энергохранитель. Значит, зачем они нужны? Окей, значит, вы, наверное, обратили внимание, да, что здесь вот за какое-то время у меня передробилась руда. А что, если я хочу, чтобы у меня эта руда дробилась быстрее? Могу ли я как-то ускорить процесс? Ответ. Да, могу. Вот, для этого мне можно использовать, соответственно, ну, давайте я какую-нибудь руду возьму. Скажем, железную. Вот. Вот у меня так дробится. Значит, для того, чтобы ускорить процесс, я могу воспользоваться модулем ускорителя. Ставим, допустим, один, два. Вот. И видим, что у меня чуть-чуть процесс быстрее пошел. Но при этом, видите, у меня падает, соответственно, запас энергии. Что же делать? То есть я могу только один, что ли, ускоритель использовать? Ну, если питать его от напряжения в 32, 32 единицы в тик, то да, ответ только один модуль. Мы можем эффективно использовать. Иначе у нас будет проседать энергия. Вот, и здесь у нас будет нормально. Сейчас у нас только шло. Все. Как бы дальше начинаются какие-то зависания. Как этого избежать? Чтобы это избежать, мы можем, соответственно, напрямую подключить вот этот вот дробитель к, допустим, такой вот солнечной панели, которая вырабатывает 512 единиц в тик. Окей, вы скажете, а он не взорвется? Мы можем это предотвратить. Мы можем это предотвратить с использованием, с помощью использования модуля трансформатор. Значит, принцип тот же самый. Если мы ставим один модуль, он, соответственно, понижает до 128 напряжения. Если мы ставим еще один модуль, он понижает до 32. Любое абсолютно напряжение, которое поступает. Ну, точнее, я говорил с ним, не любое, а вот именно с 512. То есть он просто понижает вот так вот. С 512 до 128, если ставим еще второй, ну, соответственно, до 32, которое может, соответственно, дробитель этот использовать. Окей. Давайте проверим, что у нас прибор не взорвется, если мы его соединим. Пожалуйста. Ничего не взорвалось. Теперь давайте положим сюда руду и будем добавлять ускоритель. Ставим первый, видим, что ускорилось, да? Ставим второй. Процесс еще быстрее пошел. Тридцый. Четвертый. Пятый. Шестой. Смотрите, как быстро побежал. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Посмотрите, как быстро процесс идет. Ну, и, например, одиннадцатый. Все, как правило, 11 ускорителей достаточно. Если мы поставим 12, там уже по энергии пойдет проседание. Ну, здесь уже можно будет заморочиться, на самом деле, тоже как-то с модулями энергохранитель. Вот. Ну, честно скажу, я обычно таким никогда на серверах не пользовался. То есть, обычно вот такую связку. Использую всегда два трансформатора и 10-11 ускорителей. Этого я вам гарантирую, будет более чем достаточно, чтобы быстро плавить руду. Вот. Пожалуйста. Почти мгновенно мы сейчас передробим целый стак. Тот же самый принцип в электропечи, в компрессорах и других приборах. Вот. Единственное, что такой трюк не прокатится индукционная печка, потому что у нее нет слотов для вот этих вот модулей. Поэтому она только 128 может принимать. Вот. Так. Ну, в этой серии на этом все. Пока.